Всем привет, дорогие зрители, вы на территории империи 2, а сейчас я хочу обсудить бразилизацию Зенита. Только лениво москва-баски Хуесос не бомбит на то, что у Зенита одни бразильцы в составе. При этом легионеров в команде на данный момент по трансфермарку 13, а у Краснодара лидеры чемпионата, на которого вся Москва опять же дрочит коллективно. 14, блядь, 14, сука, легионеров в заявке по трансфермарку. Конечно, Педро еще не включил в трансфермарку, но опять же, 14 у Зенита и 14 у Краснодара. Но нет, это другое, как вы не понимаете. Сука. Но вообще, если так говорить конкретно про бразильцев, мне всегда нравилось, как говорят бразильцы. Мне нравилась техника Роналда Диньо, мне нравился футбол в исполнении Роналду. Мне нравился футбол в исполнении даже вот Олекса, Велитона, Вагнерлава. Хотя Вагнерлава я ненавидел, как весь ЦСКА в полном составе. Но с эстетической точки зрения это все было красиво. Я мечтал когда-нибудь, что в Зените будут точно такие же качественные бразильцы разрывать ливу. Когда пришел Халк в 12-м году, у меня, как и у всех болельщиков Зенита, было ощущение, что он в Соло будет ебать всю ливу. Но в итоге, к сожалению, так получилось, что в Соло он выебал только сам себя, и весь Зенит в полном составе. Другие бразильцы, которые приходили после Халка, с переменным успехом действовали в команде. Рассел Жуляна осенью 2016 года, правда весной 2017 стук. Никак не проявил себя Рнани. Еле как с переменным успехом показал себя Маурисио. Его голову ворот свиней в дерби 2016 года не забудут никогда. Это замечательно просто выстрел. Бабах! Убивший интригу и убивший все их медальные надежды. Но в общем и целом Маурисио так же не особо себя показал. Потом бразильцев не было достаточно долгое время. Были аргентинцы, был Короневиттер этот ебучий. Был Ригони, был Дариуси. Они, конечно, проявили себя в первый сезон при Симаке. Но в общем и целом играли не особо. Был Паредос, который тоже играл, честно говоря, не особо. Но которого очень выгодно продали в ПСЖ. И благодаря которому удалось заманить наш клуб Ракицкого, Бариуса и Азмуна. Они сделали не только первый чемпионат Симака. Они сделали и второй, и третий, и отчасти еще и четвертый чемпионат Симака. А Бариус продолжает делать до сих пор. Но бразильцы, это был, грубо говоря, фетиш. Я мечтал, что в Зените будут играть технари. Вот такие, как Клаудини в самый первый сезон. Которые будут одним финтом, одним движением просто раскидывать троих, четверых. И, честно, мне очень приятно, что в Зените так много бразильцев. Конечно, бразильец, бразильцы в родине. Есть Клаудини в праве моего года. А есть Ринан. Есть, грубо говоря, Педро, 17-летний талант. Который опять же можно как клаудини раскидывать. А есть Дукерс. Хотя даже у Дукерса хороший удар. На сборах он замечательный гол засадил. Дай бог, чтобы официально матч тоже засадил. Потому что что-то не похоже пока, чтобы этого днаря собирался кто-то брать. Скорее всего, он останется, к сожалению, на вторую часть сезона в Зените. Но если останется, надо, чтобы пользу какую-то принес. Но я скажу так. Конкретно про бразилизацию. Был в истории нашей страны такой управитель, как Осип Сталин. И была в истории нашей страны такая война, как Великая Отечественная. А Великая Отечественная война проходила между нацистской Германией и Советским Союзом. Советским Союзом, в котором господствующий строй – коммунизм. Коммунизм – это для тех, кто первый раз слышит такой термин – неприятие к монархии. Вообще к царю, к монархии, к православию. И вот в разгар Великой Отечественной войны на стол Сталина ложится донос. Что, мол, где-то нашли шашки казачьи с надписью «За веру царя и Отечества». И вот, типа, ну, каяться начали, что не успели стереть надпись. Сталин в ответ на это говорит. «Этими шашками можно рубить голову в шесту?» Говорит, можно. Ну так рубите. И дай вам Бог за веру, за царя и за Отечество. Так же и с бразильцами. Бразильцы могут добывать победы? Могут. Так дай вам Бог за Сан-Паулу, за Рио-де-Жанейро. Я вообще за любых качественных футболистов, любых стран в Зените. Если даже из Африки, из Европы, мне, честно, все равно. Главное, чтобы делали красивую игру и доволили результат. Бразильцы, на мой взгляд, это одни из самых техничных футболистов в мире. Конечно, опять же, бразильц-бразильц-бразильц-рознь. Но если к нам едет Качество из Бразилии, я только за. Педро – качество. Артур – качество. Нино – защиту. Тоже качество. Вот за такие трансферы я за. Я против Дукерса. Я против Ринана. Но я за качество. Вот так. И я против того, чтобы делить игроков по национальности. Я за то, чтобы делить их по умению. Я честно вам скажу, большинство игроков с российским паспортом – деревяшки. Большинство игроков с российским паспортом не умеют даже элементарно дреблить. Сергей Пеняев умеет на примитивном уровне. Максим Лушенков умеет. Опять же, на примитивном уровне. А Педро умеет на продвинутом уровне. Каудинь умеет на продвинутом уровне. Даже Монтуан. И тот умеет на более-менее сносном уровне. И вот я за такие образецы. Потому что они умеют давать результат. И играть красиво. И не только я за таких образецов. По Лиге сейчас уже закупаются бразильцы. Будет у него больше денег. Они бы точно так же полсостава укомплектовали бразильеровцами. И почему ведется такая активная просто разработка Зенита со стороны Москвы? Да элементарно, я вам повторю. Зависть. Зависть, зависть, еще раз зависть. Они сами хотят у себя в команде половину состава из Бразилии. Но они не могут себе позволить. Потому что у них нет таких денег. И они не хотят эти деньги тратить. И просто элементарно ссутся кипятком от зависти. Что у нас есть, а у них нет. Вот как, знаете, ролик был. У Зенита есть, а у Фламенко нет. Только вместо Фламенко. Спартак, Динамо, ЦСКА, Локомотив. Вот так. Вот и вся бразилизация. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...